Всем привет! Меня зовут Серега, и я делаю доски Bear Powder Service. Я родился в небольшом городе возле Новокузнецка, это Кемеровская область, неподалеку от курорта Шерегеш, всем известного. Там же, наверное, я больше всего и катался, хотя очень много путешествовал. И вот теперь тоже живу в Шерегеше и занимаюсь тем, что катаюсь и пытаюсь продвигать досочки. Занимаюсь любимым делом. Ну, все знают, ни для кого не секрет, что Шерегеш это чуть ли не мекка-паудера в России, потому что снег там очень легкий за счет того, что мало влажности. Снег очень легкий, пушистый, и вот только тронь он взрывается. И также в Шерегеше основная зона фрирайд-катания это лес. Поэтому мои доски короткие и широкие. Мне просто как-то в голову пришло, что вот, блин, было бы круто на самом деле сделать доску, которая суперкруто маневрировала бы, была бы небольшая. И, ну, там, знаешь, таскать вот не лопату эту, 165-ю какую-нибудь, а вот маленькую такую юркую, широкую. И было бы прикольно. И я на самом деле вдохновлялся Кори Ричардсом. Вот Spring Break, короче, вся вот эта движуха и вот эта их главная модель. Ну, у меня как-то сидело в голове, и я подумал, блин, было бы неплохо сделать что-то похожее. Но когда уже столкнулся с процессом производства, проектирования и всего остального, я подумал, блин, надо делать все-таки что-то универсальное, потому что мы находимся на немножко не на таком рынке, как у них, да. А наш потребитель все-таки он более такой придирчивый, и будет много вопросов, например, к флэтовым доскам или, там, доскам без загиба тейла, например, да. Ну, вот как здесь. Поэтому попытались сделать что-то такое очень, очень универсальное. Но в то же время, как бы, это исключительно паудер-снаряды. Да, кстати, я недавно пытался и до сих пор пытаюсь и буду пытаться оживлять свой старый YouTube-канал. Я не стал придумывать ничего нового, просто взял существующий канал, который у меня есть, и пилю туда видосики такие сырые, без монтажа практически, просто нарезочки с ежедневных каких-то движух, походов. Ну, в основном это сплитбординг, конечно, там и весенний вот слэш присутствует, последние несколько видосов. Ну, просто вот жизнь, шерегеши, деревенский сплитбординг. Такие, такие вещи. Да, ну, также у нас есть канал Bear Powder Service, на котором, ну, уже выкладываем такие вещи, какие-то более оформленные, законченные. Там есть и видосы наши, и фильмы, и какие-то обзоры. Там тоже можно все это посмотреть. Ссылочка будет в описании. Вообще, как я начал, да? Давай с этого начнем. Я начал с того, что еще катаясь на сноубордах зарубежных производителей, меня заинтересовала тема паудер серфинга. Вот это наш паудер серф. И первые свои доски я делал в гараже. Классика. Просто брал шпон, там, березовый какой-то, еще какой мог достать. И клеил доски. Ну, так как я не... Идея у меня хорошая, а руки так себе. Вот. И тут надо реально знать, в каких пропорциях смешивать смолу, там, сколько держать. Плюс гараж, это все-таки, знаешь, не... Ну, он бывает там, температура непостоянная и все такое. Вот. Поэтому я сделал несколько первых досок. Они прикольные были, мы на них катались, все было круто. Но хотелось какого-то качества крутого. Вот. Поэтому мы перенесли производство в Новосибирск. Именно паудер серфы у нас делаются в Сибири, в Новосибирске. Сноуборды с кантами и вот технологичные штуки, вроде сплитбордов и так далее, мы все-таки делаем в Китае, на американской фабрике GP87. Вы можете знать эту фабрику по доскам Телос, например. Также они делают несколько брендов таких маленьких для американского рынка. Может быть, если кто там совсем много дигит, знает D-Day Snowboards. Скотти Лага, между прочим, у него свои доски тоже делаются на этом заводе. Вот. Ну, как-то проще с американцами общаться. Я общался со многими китайскими фабриками и, ну, все слышали эти истории, какие хитрые китайцы, что они присылают тебе классные сэмплы, а потом вся партия приходит и ломается рукой. Вот. Я, конечно, хотел этого избежать. Плюс с китайцами действительно сложно, акценты, вообще недопонимания. И мне супер повезло, что я нашел мужиков из GP87. Они сами сноубордисты, чуть ли не пионеры с 80-х годов катаются. И вот инженер, с которым я общаюсь, например, он, ну, вот, он просто красавчик. Он понимает и знает. Он не только делает доски, но и катается на них и знает, как они работают. Поэтому мне с ним очень комфортно. Плюс он из Калифорнии. Я тоже жил в Калифорнии какое-то время. И мы с ним говорим на одном языке, поэтому в этом... Как с ним познакомился? В Калифорнии? Нет. Или погубил? Блин, было бы круто, если бы я с ним познакомился в Калифорнии, конечно. Но нет, я просто нашел их фабрику и вышел на менеджера. Это вот был он в интернете. Я удивился, когда с ним созвонился. Такой, блин, это не китаец. Классно. Спустя, там, сколько, 5-6 лет, да, вот, как я начал эти поиски, мне эти фабрики до сих пор звонят. Предлагают спиннеры, короче, пенни-борды и прочее, прочее. В общем, ну, раз уж мы начали с этой доской, я немного расскажу, наверное, про нее. Это Powder Surf. Он сделан в Новосибирске. Прогиб, как вы видите, здесь рокер. Сейчас я уберу лишь. Вообще, нужно объяснять, что такое Powder Surf. Powder Surf – это доска для катания по свежему снегу без креплений. То есть это серфинг, тот же самый, только по снегу. И, ну, тут больше работает на самом деле техника серфовая, нежели сноубордическая. Да, нужно читать рельеф, как в сноуборде, но повороты осуществляются не ногами, а тем, что ты закладываешь корпус и так далее. Тут рокер достаточно мощный. Она достаточно тяжеленькая, потому что это березовый шпон, плюс два слоя стекловолокна, плюс сверху вот такой вот декоративный еще шпон. Это настоящий шпон. Тут у нас вырезка такая, лазерная логотипа. Ну, вот, собственно, одна закладная для Лиша. Он тяжеленький, но крепкий. Скользяк обычный, да, 8000. Спеченный, отшлифованный. Нет, 8000 – это плотность. Он очень быстрый. В общем, мы его используем с вот такой вот штуковины. Это Duckine Powder Surfer Kit. В общем, это такие штуковины, как для серфа, только с одной лишь разницей, что здесь вот это покрытие, оно ламинированное. И, соответственно, снег не прилипает. Можно выложить, как хочешь, здесь вот есть даже задние штуки с конкейвами. Я обычно вот эти не использую, выкладываю просто так под две ноги. Все, конкейвы добавляют к контролю вообще очень сильно, потому что до этого я катался без них. Просто была плоская штука. Тоже можно ездить, но с конкейвами, конечно, получше. Вот такая вот вещь. Продается в магазине Squat. Есть еще вот такой вот лишь. В отличие от серфового лиша, в этом лише есть металлический тросик. И это точно не порвется даже на самых низких температурах. Да, есть минусочек. Он растягивается немножечко. Но в целом рабочий вариант, потому что я пробовал серфовые лиши даже на самых легких досках, которые сделаны из деревянного сердечника на низких температурах. Они отрываются уже при минус 15. Весь этот пластик идет нафиг. И ты бежишь и ищешь свою доску. Здесь тут липучечка. Плюс дополнительный такой предохранитель, чтобы уже точно не оторвалось. Вот такая вот вещь. И это была, на самом деле, первой доской, которую я сделал. И еще во время, когда я катался на других досках, не своих, и меня вот паудерсерфинг очень заинтересовал. Кстати, вот после него пришла такая мысль, чтобы можно было бы и кататься, и без тейла в принципе. Потому что плывет хорошо, маневрирует отлично. Че еще надо? Загиб тейла есть, но когда такой огромный нос, очень проблематично его продавить, чтобы вылезти из снега. Ну, опять же, мы переходим к следующей доске. Это наш такой флагман. Доска-кедровка называется. Объясню, почему. В Шерегеше... У нас все доски называются русскими названиями. Есть перевод, конечно, но... Мне как-то хотелось очень, чтобы они выделялись на всех остальных... Ну, на фоне остальных брендов и имели именно русские названия. И вот в Шерегеше можно, на самом деле, на рынках, на всяких вот этих маркетах, где продается сувенирка, увидеть птичку. Вот я недавно кормил с руки. Прикольная такая штуковина. Вот. И она еще очень такая быстрая. Вот поэтому кедровочка. Такое название. Доска имеет ростовку 146. Что, в принципе, ну, людей многих пугает. Но, на самом деле, я вам скажу так, что на ней катались люди и 100 килограмм. И вывозит очень даже неплохо. Есть возможность сместить крепление прям до конца назад. У нас... Это второй сезон уже. Мы делаем эту доску. В первом сезоне у нас закладные были прям вот прям под тейл. Но многие выявили такое пожелание, чтобы немножечко добавить закладных. Чтобы можно было и карвить на ней получше. Ну, чтобы побольше было. Центр тяжести, короче, смещен вперед. Здесь у нас очень лайтовый кембер. Почти флэт. И рокер начинается примерно вот отсюда. Вот от этой точки. Огромная лопата, 34 сантиметра шириной в самом широком месте нос. 12 метров радиус талии. Мы сделали это специально. Радиус как у гоночных досок. Для того, чтобы она вела себя на скорости хорошо. Вот. Но опять же, нужно понимать, что эта доска не для скоростного спуска. Так как она все-таки короткая. Но на канто она держит очень хорошо. У многих может возникнуть вопрос о перекантовках на такой широкой доске. У меня тоже было такое опасение. Но оно развеялось сразу же после того, как я одел эту доску. Первый раз и прокатился на Нагорной в канте. Перекантовывается очень легко. Кант держит хорошо. И для... Это будет бонусом, наверное, для людей с большим размером ноги. Потому что это не просто вайт. Это супер вайт доска. И уж точно даже самые здоровые ботинки не будут торчать из этих досок. По поводу скользяка. Здесь спеченый скользяк плотностью 4000. С таким вот веселеньким принтом. Здесь паттерн горный. Здесь у нас алюминиевая защита Тейла. Кстати, как показала практика, она очень даже и помогает во многих случаях. Когда там на дробчиках камни задеваешь или еще где-то. Она в конце концов будет вся убитая, но доска не расслоится. И плюс прикольно втыкать ее в какие-то твердые, в ледяные поверхности. Ни у одного человека она не расслоилась. А такое бывает на фрирайдовых досках, когда кантик идет, а на Тейле и хвосте он вроде отсутствует. Поэтому здесь вот мы пожертвовали весом в пользу прочности. Жесткость у этой доски 6 из 10. За счет этого она довольно-таки неплохо держит на трассе и на больших скоростях. Но опять же нужно иметь в виду, что это все-таки паудер доска. И ее место в диком перепаудере. Сайдволы у этого сноуборда и у остальных наших досок сделаны из переработанного пластика. Мы за природу и все такое. Топшит. В отличие от паудер серфа, здесь у нас матовое покрытие пластика с нанесением принта. Потому что были такие прецеденты у мировых известных брендов, когда они делали топшиты из реального шпона, реального дерева. Но так как много закладных и вот в конце концов в местах, где закладные, это все начинало слоиться, отслаиваться и так далее. И даже насколько бы ты круто ее не покрыл лаком, все равно лак вышоркивается через 2-3 сезона. Некоторые покупают себе доски не на один сезон же, большинство людей, наверное. И все-таки она теряет свой вид. Здесь вот мы как-то решили все-таки по совету инженеров с фабрики сделать пластик матовый, прикольный такой. С нанесением деревянного такого вот деревянной текстуры. Но нужно отметить, что эту текстуру я не в интернете взял, а пошел, купил лист, сфотографировал его и дальше уже стилизовал. То есть такой процесс создания дизайна тоже имел место быть. Ну вот что касается, например, формы носа и хвоста, это я. И вообще изначально я хотел эту доску сделать с обратным радиусом, такое корыто, короче, чтобы по паудеру везло. Но вот как раз таки инженер с фабрики уговорил меня не делать этого и сделать классический вырез, классическую талию. Потому что, ну, все-таки она должна и по трассе тоже ехать. Зато они все делают за тебя. За счет того, что широкий нос. Допустим, ты едешь в фрирайд-тур на ратраках в Шерегеше и там дикий паудер. Я вот работал... Вообще глупый был вопрос обменяющий, потому что начинающих фрирайдеров не бывает. Они есть, их много. Это просто сумасшедшее количество. Я в этом году работал периодически, там, подменял пацанов на ратраках гидом, закрывающим гидом. И ты не поверишь, насколько много этих людей, которые доску купил, а кататься не купил. Это моя боль вообще просто невероятная. Это доска-глухарь в переводе Cock of the Wood. Была очень прикольная история, что, когда я нашел этот перевод на английском, как же называется глухарь, ну, это как бы вот деревянный петух. Но есть, если додумать, есть еще и другой смысл. Итак, это 156-я ростовка. Сейчас я уберу вот эти вещи. Прогиб у нее, значит, Camrock. Небольшой рокер посередине. Кембер между креплениями. И рокеры на теле и ноузе. Можно видеть вот здесь. Классическая, коммерческая такая модель. Очень агрессивный Magnetraction. Просто пила. Держит на льду офигенно. Я проверял. Щелкает круто. Жесткость у нее, по-моему, тоже шестерка. Она идет у нас в одной ростовке. Ну, к сожалению, нет пока денег сделать 10 ростовок. Но доска мне понравилась. Потому что я до этого года два, наверное, или три вообще не катался на твинах. И после одел и вспомнил, что такое щелчок. Это очень круто. Ну, в принципе, снаряд универсальный. Можно и в паудер залезть на нем легко. И по трассочке гонять. И в парке. Так как уже получилось очень много информации. И чтобы не перегружать вас большим количеством нюансов и рассказов, мы разделим это видео на две части. И в следующей части видеообзоров на доске Bare Powder Surf's мы расскажем о нашем сплитборде и о подкрадулях. Продолжение следует...